Это уже снимаешь? Да. Знаешь, похоже на такую большую русскую пирамиду чем-то. В общем, проблема в том, что тут ходят всякие люди. Проблема в том, что в то время, времена моей молодости, мы с танцорами лазили в этот недострой без проблем. Вообще забора не было и мы лазили внутри и там, на самом деле, очень страшно и в то же время очень прикольно. В общем, суть в том, что мы к нему не пройдем, так же, как к серебашне мы не прошли, здесь ключ и проволоки нет, но мы перелезать не собираемся. Все, что я могу сказать об этом недострой, помимо того, что я там была и мы там были с танцорами. Ребята, привет! Они меня смотрят всегда, пупсики мои. Вообще, по идее, это вроде как была гостиница. То есть я должна была стать. На Е1 я нашла информацию. Оказывается, недостроя сосна Куйбышева собирается перерутить в гостиницу. Новые собственники и городские власти решают выполнить реконструкцию в стекле или в мраморе. Ты представляешь, это в стекле или в мраморе? Звучит неплохо. Да. Вопрос восстановления одного из самых масштабных свердловских недостроев семиэтажной кирпичной гостиницы по адресу Куйбышева 36, это она, наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Стало известно, что перед майскими праздниками городской градостроительный совет решал судьбу здания. Это было 16 мая 2013 года. То есть три года назад решили сдвинуться с мертвой точки. Ну, кстати говоря, то, что забор поставили. Дело все-таки движется. Да. Раз в три года, когда бы я заснял, что там даже кустарники уже растут. Кстати, где мы там были, там реально и деревца небольшие кустики, цветочки. Не знаю, будет видно или нет, но я попыталась. По данным СМИ, здание сейчас собственностью бизнесмена Сергея Флеганова, которому также принадлежит ТЦ и Сити-центр и Мегаполис. Ну, значит, что-то будет здесь прикольное. И по Мегаполису я люблю. Собственник готов финансировать обновления, однако перед этим необходимо решить, в каком виде нынешний дострой нужен гражданам. Очередной торговый центр, офисное здание или все же превратиться в большой отель. Не могу нигде найти информацию, почему заглохло все. Нет, скорее всего, возможно, по той же причине, по которой и телебашня освоена была одна сумма, а выделена совершенно другая. Что-то как-то не так. Ну да ладно. Как это выражение? Я вспотела, как грешница в церкви? Как грешница в аду? Нет? Это мы еще думали, давай не поедем на Уктус, потому что если начнется дождь, который пообещал МЧС, пообещали на сайте Е1, то мы сядем в метро и поедем домой. Давай Уктус отложим. Где хотя бы намек? Наград? Дождь? Хотя бы маленький дождик? Или тучка. Или тучка, да. Хоть что-нибудь. Мы могли спокойно проехать на Уктус. Виноваты, короче, не мы. Потому что мы не поехали сегодня. Виноваты в МЧС. Но вот эти вот граффити, это прям постоянная облицовка этого здания. Здесь с той стороны, я не знаю, мы там сможем противостоянцы, мы, наверное, не снимем. В общем, с той стороны там еще есть ласточки, которые будто бы в гнездышки летят. Ну там их несколько. Здесь граффити. Внутри тоже граффити. Все изрисовано. Очень жалко, что мы не можем прийти внутрь. Но, может быть, это и хорошо. Вдруг там все уже рушится, и мы подхватили кирпич на голову, не знаю. Здание красивое. Я не знаю, что о нем еще рассказать, потому что информации, почему оно заброшено, нет. Ну, кризис, конечно же, скорее всего, как это любая отмазка на любое заброшенное здание, это кризис. Ну, кстати, по поводу самоубийства здесь я не читала. Здесь гораздо спокойнее. на атмосфере, чем машинки. Ну, наверное, пойдем к следующему заброшенному зданию. Я надеюсь, что это одно еще не отцеплено. Это заброшенная больничка. Да-да-да-да, ее знают все. Это, наверное, первое, что ассоциируется со словом заброшенное на Урале. Это, по-любому, больница. Ты там была? Да. Там были всех. Там страшно. Туда, чтобы приехать ночью, нужно иметь остальные яйца. Но мы же едем днем. Более того, может, даже утром. Она нас с ним напугает. Мы все равно поедемся в больничку. Типа пасть. Блин. Я же кошечка. Надо же потеть только подушечки пальцев.